Бинокль «Открыть меню», далее вкладка «Управление камерой» и строчка «Бинокль». В отличие от прицела орудия, точка обзора бинокля расположена выше, как если бы командир экипажа выглянул из машины для лучшего обзора. Это позволяет вести наблюдение даже из-за холмов и неровностей, при этом оставаясь незамеченным для противника. Соответственно, чем больше высота вашей техники, тем больше преимущества в обзоре вы получаете. Как и прицел, бинокль имеет приближение, хоть и не такое серьезное, но оно позволяет более детально рассмотреть подозрительную местность, что может оказаться опасным при обычном обзоре от третьего лица. Более того, бинокль позволяет вести обзор на 360 градусов без необходимости поворота башни, что особенно полезно для техники, не имеющей башни или же для танков, скорость поворота башни которых очень мала. То есть, например, стоя в засаде на самоходке, вам не нужно разворачивать ее в разные стороны для ведения обзора. Достаточно лишь переключиться на бинокль и наблюдать местность без лишних движений, не выдавая себя врагу. И неоспоримо полезнейшей возможностью бинокля является сохранение контроля над наведением орудия. Прямо во время обзора из бинокля можно дать команду наводчику на поворот башни и наведение четко в указанную точку. Для этого достаточно кликнуть левой кнопкой мыши, и орудие будет направлено именно туда, после чего переключиться на прицел и произвести выстрел. Либо удерживать левую кнопку мыши зажатой, если вы хотите, чтобы орудие следовало прямо за вашим наблюдением. Однако стоит помнить, что орудие самоходки будет наводиться только в возможном для него секторе. Не ждите, что самоходка сама будет доворачивать корпус при таком наведении. Механик-водитель — птица гордая. Еще одной важной особенностью бинокля является азимут. Он выводится в верхней части экрана с шагом в 2 градуса. Обнаружили противника? Сообщите товарищам направление с высокой точностью. Таким образом, бинокль помимо обзора дает неплохие возможности взаимодействия и координации внутри команды. И еще один полезный, хоть и нераспространенный вариант использования бинокля. При определенной сноровке на некоторых видах техники вы сможете уничтожать противника с закрытых позиций. А именно, управляя краткоствольной техникой, особенность которой стрельба по навесной траектории, можно, стоя за небольшим холмом, либо другим препятствием, обнаруживать цели в бинокль, после чего примерно наводить орудие и производить выстрел над препятствием, сразу же переключаясь обратно на бинокль и таким образом корректировать свой огонь до попадания по цели. Практикуясь в подобной стрельбе, можно достичь неплохих результатов и сильно удивлять врагов. Можно гордиться калибром своего орудия и толщиной брони, но часто побеждает тот, кто первым стреляет, а для этого врага нужно обнаружить. Теперь вы знаете больше.